Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В этом сундуке будет значительно больше золота, чем в обычных лут-контейнерах на карте Вне зависимости от всех существующих в игре вариаций классов, в вашей группе в идеале должно быть по одному воину, разбойнику и магу Всем игрокам важно помнить, что выжить поодиночке в сетевой игре инквизиции невозможно, и в пучине сражения нет самого важного класса Все игроки привносят свою лепту в общую победу Роль у каждого класса такая Воин — это, как правило, крайне живучий танк, который собирает на себя внимание врага и поглощает львиную долю повреждений от противников Воин — это своего рода щит всей группы Разбойник — будь то лучник, убийца или любой другой подкласс — атакует врага издалека, использует яды и ловушки, или же, становясь невидимым, бьет противника в спину Таким образом, разбойник может устранять конкретные и самые опасные угрозы для группы или, например, для танка Маги обычно являются поддержкой других персонажей, создавая вокруг них защитные барьеры Они также способны контролировать общее течение боя, насылая ужас на противников или накладывая на них паралич Маг бьется всегда издалека, но его заклинания могут изменить исход почти любой схватки в пользу вашей группы По мере прокачки и получения новых способностей вам стоит внимательно смотреть на их описание В котором будут указаны активные и пассивные эффекты от этих умений В отличие от одиночной игры, в сетевой игре вы можете экипировать не более четырех активных способностей Так как вторая вкладка используется для зелий, гранат и тоников Поэтому в сетевой игре крайне важно понимать, что, чем и как делает ваш персонаж в бою и игре После того, как в вашей группе наберется по одному представителю каждого класса, четвертым игроком может быть любой другой класс Однако стоит помнить один полезный совет Никогда не берите в бой два идентичных класса, вроде двух легионеров или же двух лучников Потому как вам совсем не нужны дублирующие способности внутри одной группы Значительно выгоднее будет взять, к примеру, лучника и убийцу с кинжалами Или легионера с щитом и любого другого воина с двуручным оружием для увеличенного урона Имея более широкий выбор умений внутри одной группы, вы будете иметь больше опций в бою Никогда не бойтесь экспериментировать с умениями в бою Кажущиеся довольно глупыми в уме комбинации, могут отлично показать себя в сетевой игре Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok